На сцене Большого зала Дворца культуры любители гармонии, частушек и задушевной народной песни из разных городов области. Возраст конкурсантов от мала до велика. Я могу вам сказать такую важную вещь, что не каждый муниципалитет может себе позволить собрать такое количество музыкантов. И поэтому я очень радуюсь, что в вашем городе есть такая возможность, есть такой прекрасный ДК, организаторы, которые смогли все это организовать, привести и очень достойно показать свою территорию. Виртуозное владение инструментом продемонстрировали артисты из Екатеринбурга. Ученица детской хоровой школы номер один Мария Медведева играет, что называется, с закрытыми глазами. Кажется, что проще ложек инструмента не найти. Однако и они требуют настройки. Звучание зависит от расстояния между ложками. Чем оно больше, тем более глухим получается звук. Послушайте, как здорово держат ритм ребята из ансамбля «Лошкарей» из Задоренко. Звучит музыка. Музыкальный коллектив находится в постоянном творческом поиске. На ложках ребята играют абсолютно все, от русских народных песен до классики. Чайковского играем, Моцарта играем даже на ложках, да. Народные пьесы классические. Так что репертуар у нас такой обширный. Семь участников ансамбля «Унисон балалайк» покорили жюри, которая не скупилась на похвалу, высоко оценивая мастерство юных артистов. Ориентируясь на программу, которая сегодня звучит, это не простые произведения легкого жанра, да, можно сказать. Это очень глубокие, осмысленные произведения, которые ребята доносят до нас для жюри на очень хорошем, высоком уровне. От номера к номеру мы сидим в жюри, обмениваемся мнениями, уровень участников, он все выше и выше. Мы даже не знаем, чего нам ждать во втором отделении, потому что планка поднята очень высоко, учитывая то, что это не профессиональные коллективы, это коллективы, которые приехали из очень большой глубинки. Но я вам должен сказать, что столичные города могут позавидовать некоторым участникам сегодняшнего мероприятия. А этот статный гармонист в белоснежной рубахе под поясанной красной лентой на казачий манер сразил, наповал всех и публику, и жюри. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Зайковским музыкальным руководителем. Из маленькой нотной палитры музыкант извлекает колоссальное количество звуков. Как ему это удается? Приходится оттачивать, отрабатывать каждое движение пальчиком, чтобы звучал звук красивый был. Не просто так сыграть, а чтобы с душой вкладывать. Приходится в своем внутреннем состоянии, чтобы и сильно музыка звучала. Но сегодня мы послушали в путь. Это Шалаевых обработка на тему Соловьева-Сядова. Путь далеко у нас и так далее. Вот видите, такая мелодия интересная. Мастерство участников, виртуозно управлявших клавишами и смычками, струнами и ложками, поражает. И очень жаль, что зал Дворца культуры был практически пуст. А ведь среди салдинцев немало любителей народной музыки. И горожане, несомненно, получили бы истинное удовольствие от выступления приезжих музыкантов. Раньше как было, поет село родное, где выступали хоры, оркестр, ансамены народных инструментов. Сейчас такого жанра нет. Единственное направление – это «Игра и гармонь», которая осталась по центральному телевидению, и все. Это надо пропагандировать. Это надо технически, чтобы информационно все расходилось, чтобы были какие-то такие сноски по телевидению, чтобы было и по радио это звучало. Ну, побольше интересных конкурсов. Но повод для оптимизма есть, уверен Геннадий Минеев, руководитель народного коллектива «Игра и гармонь» Нижнетагильского Дворца национальных культур. Сейчас в коллективе появились дети. Это очень здорово, что дети хотят играть на гармонии. Пропагандирует наше народное творчество, может, только фанаты, которые очень глубоко больны вот этой идеей, творческой идеей. Как сказал президент Путин, да, дайте нам идею всем, то-то экономическую, то-то педагогическую. А мы культурную идею развиваем в этом плане, чтобы поделить новое поколение, которое будет культурным не только музыкальным, но и экономическим культурным, да, педагогическим культурным, воспитательная культура для того, чтобы творческая культура, соответственно. Отказываться от народной музыки коллективы не собираются. Только так, по мнению музыкантов, можно привить любовь к родной культуре, а значит, и к родине.